книга премудрости иисуса сына сирахова предисловие многое великое дано нам через закон пророков и прочих писателей следовавших за ними за что должно прославлять народ израильский за образованность и мудрость и не только сами изучающие должны делаться разумными но и находящимся вне палестины усердно занимающиеся писанием могут приносить пользу словом писанием поэтому дед мой иисус больше других передаваясь изучение закона пороков и других отеческих книг и приобретя достаточный в них навык решился и сам написать нечто относящееся к образованию и мудрости чтобы любители учения вникая в эту книгу еще более преуспевали в жизни по закону и так прошу вас считайте эту книгу благосклонно и внимательно имейте снисхождение к тому что в некоторых местах мы быть может погрешили трудясь над переводом ибо не одинаковый смысл имеет то что считается по еврейски когда переведено будет на другой язык и не только эта книга но даже закон пророчества остальные книги имеют немалую разницу смысле если считать их подлинники прибыл в египет в тридцать восьмом году при царе евергете птоломея и пробыв там я нашел немалую разницу в образовании между палестинским и египетскими евреями и счел крайне необходимым и самому приложить усердие к тому что перевести эту книгу много бессонного труда и знаний положил я в это время чтобы довести книгу до конца и сделать ее доступную и тем которые находясь на чужбине желает учиться и приспособляет свои нравы к тому чтобы жить по закону глава первая всякая премудрость от господа и с ним пребывает вовек песок морей капли дождя и дни вечности кто исчислит высоту неба и широту земли и бездну и премудрость кто исследует прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века источник премудрости слова бога всевышнего и шествие ее вечные заповеди кому открыт корень премудрости и кто познал искусство ее один есть премудрый весьма страшный сидящий на престоле своем господь он произвел ее и видел и измерил ее излил ее на все дела свои и на всякую плоть по дару своему и особенно наделил ей любящих его страх господень слава и честь и веселье и венец радости страх господень усладить сердце и даст веселье и радость и долгоденствие боящемуся господа благо будет напоследок и в день смерти своей он получит благословение страх господень дар от господа и поставляет на стезях любви любовь господу славная премудрость и кому благоволит он разделяет ее по своему усмотрению начала премудрости бояться бога и с верными на образуется вместе в очереве среди людей она утвердила себе вечное основание и семени их верится полнота премудрости бояться господа она напаяет их от плодов своих весь дом их она наполняет всем чего желает и кладовая их произведениями своими венец премудрости страх господень произращающий мир и невредимое здравие но то и другое дары бога который распространяет славу любящих его он видел ее и измерил пролил как дождь ведения и разумное знание и возвысил славу обладающих ею корень премудрости бояться господа а ветви и и долгоденствия страх господень отгоняет грехи не имеющий же страха не может оправдаться не может быть оправданной несправедливый гнев ибо самое движение гнева есть падение для человека терпеливый до времени удержится и после вознаграждается весельем до времени он скроет слова свои и уста верных расскажут о благоразумии его сокровищницах премудрости притча разума грешник уже страх господень ненавистен если желаешь премудрости соблюдай заповеди и господь подаст ее тебе ибо премудрость и знание есть страх перед господом и благоугодность угождение ему вера и кротость не будь недоверчивым к страху перед господом и не приступай к нему с раздвоенным сердцем не лицемерь перед устами других и будь внимателен к устам твоим не возноси себя чтобы не упасть и не навлечь бесчестия на душу твою ибо господь откроет тайны твои уничижить тебя среди собрания за то что ты не приступил искренно к страху господню и сердце твое полно лукавства сирахов глава 2 сын мой если ты приступишь служить господу богу то приготовь душу твои к искушению управ сердца твои будь тверд и не смущайся во время посещения прилепись к нему и не отступай дабы возвеличится тебе напоследок все что не приключится тебе принимай охотно и в превратностях твоего уничижения будет долго терпелив ибо золото испытывается в огне а люди угодные богу в гарнире уничижения веру ему и он защитить тебя управь пути твои и надейся на него боящиеся господа ожидайте милости его и не уклоняйтесь от него чтобы не упасть боящиеся господа веруйте ему и не погибнет награда ваша боящиеся бога господа надейтесь на благое на радость вечную и милости взгляните на древние роды и посмотрите кто верил господу и был постыжен или кто пребывал в страхе его и был оставлен или кто взывал к нему и он призрел его ибо господь сострадателен и милостив и прощает грехи и спасает во время скорби горе сердцам боязливым и рукам ослабленным и грешнику ходящему по двум стезям горе сердцу расслабленному ибо она не верует и зато не будет защищена горе вам потерявшим терпение что будете вы делать когда господь посетит боящиеся господа не будут недоверчивых словам его и любящие его сохранят пути его боящиеся господа будут искать благоволение его и любящие его насытятся законом боящиеся господа уготовят сердца свои и смирят пред ним души свои говоря впадем в руки господа они в руки людей ибо каково величие его такова и милость его серах 3 глава дети послушайте меня отца и поступайте так чтобы вам спастись ибо господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями почитается отца почитающий очиститься от грехов и уважающий мать свою как приобретающий сокровище почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан уважающий отца будет долгоденствовать и послушный господу успокоит мать свою боящийся господа почитаться и как владыкам послужит родившим его делом и словом почитается твоего и мать что пришло на тебя благословение от них ибо благословение отца утверждает дамы детей а клятва матери разрушает до основания не ищи славы в бесчестии отца твоего ибо не слава тебе бесчестия отца слава человека от чести отца его и позор детям мать в бесславии сын прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его хотя бы он и оскудел разумом иметь нисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей ибо милосердие к отцу не будет забыто несмотря на грехи твои благосостояние твое умножится в день скорби твоей воспомянется о тебе как лед от теплоты разрешатся грехи твои оставляющий отца тоже что богохульник и проклят от господа раздражающий мать свою сын мой веди дела твои скротости и будешь любим богоугодным человеком сколько ты велик столько смиряйся и найдешь благодать у господа много высот высоких и славных но тайны открываются смиренным ибо велико могущество господа и он смиренными прославляется через меру трудного для тебя не ищи и что свыше сил твоих того не испытывай что заповедано тебе о том размышляй ибо не нужно тебе что сокрыто при многих занятиях твоих о лишнем не заботься тебе открыто очень многое человеческого знания ибо многих вели в заблуждение их предположения и лукавые мечты поколебали ум их кто любит опасность тот впадет в нее упорное сердце напоследок потерпит зло упорное сердце будет обременено скорбями и грешник приложит грехи к грехам испытание не служит врачеством для гордого потому что злое растение укоренилось в нем сердце разумного обдумает причем и внимательно ухо есть желание мудрого вода угощает пламени огня и милостыня очистит грехи кто воздает за благодеяние тот помышляет о будущем и во время падения найдет опору сера глава 4 сын мой не отказывай в пропитании нищему и не утомляя ожиданием очей нуждающихся не опечать души алчущей и не огорчая человека в его скудости не смущая сердца уже огорченного и не откладывай подать нуждающемуся не отказывай угнетенному умоляющему о помощи и отвращая лица твоего от нищего не отвращая от чей от просящего и не давать человеку повода проклинать тебя ибо когда он в горести души своей будет проклинать тебя сотворивший его услышит моление его в собрании старайся быть приятным и перед высшим наклоняет твою голову преклоняя ухо твое к нищему и отвечаем ласково скротостью спасая обижаемого от руки обижающего и не будь малодушен когда судишь сиротом будь как отец и матери их вместо мужа и будешь как сын вышнего и он возлюбит тебя более нежели мать твоя премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее любящие и любить жизнь ищущие и с раннего утра исполнится радости обладающие ею наследует славу и куда бы ни пошел господь благословит его служащие ей служат святому и любящих ее любит господь послушный ей будет судить народы и внимающие ей будет жить надежно кто верится ей тот наследует ее и потомки его будут обладать ею ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми наведет на него страх и боязнь и будет мучить его своим водительством доколе не уверится в душе его и не скусит его своими уставами но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его и откроет ему тайны свои если он совратится с пути она оставляет его и отдает его в руки падения его наблюдая время и храни себя от зла и не постыдишься за душу твою есть стыд ведущий ко греху есть стыд славы и благодать не будь ли соприятен против души твоей не стыдись ко вреду твоему не удерживая слова когда она может помочь ибо в слове познается мудрость и в речи языка знания не противоречь истине и стыдись твоего невежества не стыдись исповедовать грехи твои и не удерживать течение реки не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного подвязайся за истину до смерти и господь бог поборет за тебя не будь скор языком твоим и ленив и не роди в делах твоих не будь как лев в доме твоем и подозрителен к домочадцам твоим да не будет рука твоя распростертую к принятию и сжатую при отдании серах глава 5 не полагайся на имущество твои и не говори станет на жизнь мою не следуй влечении души твоей и крепости твоей чтобы ходить в похотях сердца твоего и не говори кто властен в делах моих ибо господь неприметно отмстит за дерзость твою не говори я грешил и что мне было ибо господь долго терпелив при мысли об умилостивлении не будь бесстрашен чтобы прилагать грех ко грехам и не говори милосердие его велико он простит множество грехов моих ибо милосердие и гнев у него и на грешниках прибывает ярость его немедли обратиться к господу не откладывай со дня на день ибо внезапно найдет гнев господа и ты погибнешь во время отмщения не полагайся на имущество неправедное ибо они не принесут тебе пользы в день посещения не вей при всяком ветре и не ходи всякой стезею таков двоиды злоязычный грешник будь тверд в твоем убеждении и одно да будет твое слово будь скорк слушанию и обдуманно давай ответ если имеешь знание то отвечай ближнему а если нет то рука твоя да будет на устах твоих в речах слава и бесчестие язык человека бывает падением ему не прослыли наушником и не коварству языком твоим ибо на варе стыд и на двоязычном злое порицание не будь неразумным не в большом не в малом сера глава 6 и не делайся врагом из друга ибо худое имя получает в удел стыд и позор так и грешник двоязычный не возноси себя в помыслах души твоей чтобы душа твоя не была растерзана как вол листья этой ты истребишь и плоды твои погубишь и останешься как сухое дерево душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем врагов сладкие уста умножат друзей и доброречивый язык умножит приязнь живущих с тобой в мире на будет много а советникам твоим один из тысячи если хочешь приобрести друга приобретай его по испытании и не скоро вверяйся ему бывает друг в нужное для него время и не останется с тобой в день скорби твоей и бывает друг который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему бывает другом участник в трапезе и не останется с тобой в день скорби твоей в имении твоем он будет как ты и дерзко будет обращаться с домочадцами твоими но если ты будешь унижен он будет против тебя и скроется от лица твоего отдаляясь от врагов твоих и будь осмотрителен друзьями твоими верный друг крепкая защита кто нашел его нашел сокровище верному другу нет цены и нет меры доброте его верный друг вращество для жизни и боящиеся господа найдут его боящийся господа направляет дружбу свою так что какого он сам таким делается и друг его сын мой от юности твоей предайся учению и до седин твоих найдешь мудрость приступай к ней как пашущий и сеющий и ожидай добрых плодов ее ибо малое время потрудишься в возделывании и скоро будешь есть плоды и и для невест она очень сурово и неразумно не останется с нею она будет на нем как тяжелый камень испытания и он не замедлить бросить ее премудрость соответствует имени своему и немногим открывается послушай сын мой и прими мнение мое и не отвергни совета моего наложи на ноги твои путы ее и на шею твою цепь ее подставь ей плечо твое и носи ее и не тяготись узами ее приблизься к ней всей душой твоей всей силой твоею соблюдай пути ее исследуй и ищи и она будет поздна тобою и сделавшись обладателем ее не покидая ее ибо наконец ты найдешь в ней успокоение и она обратиться в радость тебе пут ее будут тебе крепкой защитой и цепи ее славным одеянием ибо на ней украшение золотое и узы ее гиацинтовые нити как одеждою славы ты облечешься ею и возложишь ее на себя как венец радости сын мой если ты пожелаешь ее то научишься если придашься ей душой твоею будешь ко всему способен если с любовью будешь слушать ее то поймешь ее если преклонишь ухо твое то будешь мудр бывай в собрании старцев и кто мудр прилепись к тому люби слушать всякую священную повесть и притча разумная да не ускользает от тебя если увидишь разумного ходи к нему с раннего утра и пусть нога твоя и стирает пороги дверей его размышляя по велениях господа и всегда получайся в заповедях его он укрепит твое сердце и желание при мудрости дастся тебе серах глава 7 не делай зла и тебя не постигнет зло удаляйся от неправды и она уклонится от тебя сын мой не сей на бороздах неправды и не будешь в семь раз более пожинать с них не проси у господа власти и у царя почетного места не оправдывай себя пред господом и не мудрствуй перед царем не домогайся сделаться судьею чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду и чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою не греши против городского общества и не роняй себя перед народом не прилагай греха ко греху ибо из-за один не останешься не наказанным не говори он призрит на множество даров моих и когда я принесу их богу вышнему он примет не малодушистой в молитве твоей и не пренебрегай подавать милостыню не насмехайся над человеком находящимся в горести души его ибо есть смиряющий и возвышающий не выдумывай лжи на брата твоего и не делай того же против друга не желай говорить какой бы то ни было ложь ибо повторение ее не послужит ко благу перед собранием старших немного слов и не повторяя слова в прошении твоем не отвращайся от трудной работы от земледелия который учреждена от вышнего не прилагайся ко множеству грешников глубоко смири душу твою помни что гнев не замедлит что наказание нечестивому огонь и червь не меняй друга на сокровище и брата однокровно на на золото афирское не оставляй умной и доброй жены ибо достоинство ее драгоценнее золото не обижай раба трудящегося усердно и наемника преданного тебе душою разумного раба да любит душа твоя и не откажи ему в свободе есть у тебя скот наблюдая за ним если он полезен тебе пусть остается у тебя есть у тебя сыновья учи их и с юности нагибай шею их если у тебя дочери и ве попищение о теле их и не показывай им веселого лица твоего выдай дочь за мужество и сделаешь великое дело и подари ее мужу разумному если тебя жена по душе не отгоняя ее всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильные болезни матери твоей помни что ты рожден от них и что можешь ты воздать им как они тебе всей душой твоей благоговей перед господом и уважай священников его всей силой люби творца твоего и не оставляй служителя его бойся господа и почитай священника и давай ему часть как заповедано тебе начатки и за грех и даяние плеч и жертву освящения и начатки святых и к бедному простирай руку твою дабы благословение твое было совершенно милость даяние добудет ко всякому живущему но и умершего не лишай милости не устраняйся от плачущих и сетующими сетой не ленись посещать больного ибо за это ты будешь возлюблен во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь серах глава восьмая не ссорься человеком сильным чтобы когда-нибудь не впасть в его руки не заводить яжбы с человеком богатым чтобы он не имел перевеса над тобою ибо золото многих погубила и склоняла царя сердца царей не спорь с человеком дерзким на язык и не подкладывай дров на огонь его не шути с невеждаю чтобы не подверглись бесчестью твои предки не укоряй человека обращающегося от греха помни что все мы находимся под эпидемиями не пренебрегай человека в старости его ибо и мы стареем не радуйся смерти человека хотя бы он был самый враждебный тебе помни что все мы умрем не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их ибо от них научишься ведению и как служить сильным не удаляйся от повести старцев ибо и они научились от отцов своих и ты научишься от них рассудительности и какой случае надобности дать ответ не разжигай углей грешника чтобы не сгореть от пламени огня его и не восставай против наглеца чтобы он не засел засады в устах твоих не давай взаймы человеку который сильнее тебя если дашь то считай себя потерявшим не поручайся сверх силы твоя если поручишься заботься как обязаны заплатить не судись судьею потому что его будут судить по его почету с отважен не пускайся в путь чтобы он не был тебе в тягость ибо он будет поступать по своему произволу и ты можешь погибнуть от его безрассудства не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним через пустыню потому что кровь как нечто в глазах его и где нет помощи он поразит тебя не советуйся с глупым ибо он не может умолчать о деле при чужом не делай тайного ибо не знаешь что он сделает не открывай всякому человеку твоего сердца чтобы он дурно не отблагодарил тебя сера глава 9 не будь ревнив жене сердца твоего и не подавай дурного урока против тебя самого не отдавай жене души твоей чтобы она не восстала против власти твоей не выходи навстречу развратной женщине чтобы как-нибудь не попасть в сети и и не оставайся долго с певицею чтобы не пленится тебе искусством ее не засматривайся на девицу чтобы не соблазниться прелестями и и не отдавай души твоей блудницам чтобы не погубить наследство твоего не смотри по сторонам на улицах города и не броди по пустым местам его отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту многие совратились пути через красоту женскую от нее как огонь загорается любовь отнюдь не сиди с женой замужнею и не оставайся с ней на перу за вином чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель не оставляя старого друга ибо новый не может сравниться с ним друг новый тоже что вино новое когда она сделается старым с удовольствием будешь пить его не завидуй славе грешника ибо не знаешь какой будет конец его не одобряй того что одобряют нечестивые помни что они до самого ада не исправится держи себя дальше от человека имеющего власть умерщвлять и ты не будешь смущать со страхом смерти а если сближаешься с ним не ошибись чтобы он не лишил тебя жизни знаешь что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь по силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрыми рассуждение твое да будет с разумными и всякая беседа твоя в законе вышнего да вечеряя с тобою мужи праведная и слава твоя да будет страхи господнем изделие хвалится по руке художника и правитель народа считается мудрым по словам его боятся в городе дерзкого на язык и ненавидят опрометчивого в словах стирах 10 глава мудрый правитель научит народ свой и правление разумного будет благоустроено каков правитель народа таковые служащие при нем и каков начальствующий над городом таковые все живущие в нем царь ненаученный погубит народ свой а при благоразумии сильных устроиться город в руке господа власть над землей и человека потребного он во время воздвигает на ней в руке господа благоуспешность человека и на лицо книжника он отпечатлевает славу свою не гневайся на всякое оскорбление на ближнего и никого не оскорбляй делом гордость ненавистной господу и людям и преступно против обоих владычество переходит от народа к народу по причине несправедливости обид и любостяжания что гордится земля и пепел и при жизни извергаются внутренности его продолжительную болезнью врач пренебрегает и вот ныне царь а завтра умирает когда же человек умрет то наследием его становится пресмыкающиеся звери и черви начала гурдость гордость и удаление человека от господа и отступление сердца его от творца его ибо начало греха гордость и обладаемый ею изрыкает мерзость и за это господь посылает на него страшные наказания и в конец не излагает его господь не извергает престола властители и посаждает кротких на место их господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных господь опустошает страны народов и разрушает их до основания земли он осушает их и погубляет людей и истребляет от земли память их гордость не сотворена для людей не ярость гнева для рождающихся от жен семя почтенное какое семя человеческое семя почтенное какое боящиеся господа семя бесчестное какое семя человеческое семя бесчестное какое приступающие заповеди старше между братьями в почтении у них так и боящиеся господа в очах его богат ли кто и славен или беден похвала их страх Господень. Несправедливо бесчестить разумного бедного и не должно прославлять мужа грешного. Почтенный вельможа, судья и властелин, но нет из них больше боящегося Господа. Рабу мудрому будут служить свободные, и разумный человек будет наставляем им, не будет роптать. Не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды. Лучше тот, кто трудится и имеет во всем достаток, нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в хлебе. Сын мой, кротостью прославляй душу твою, и воздай ей честь по ее достоинству. Кто будет оправдывать согрешающего против души своей, и кто будет хвалить позорящего жизнь свою? Бедного почитает за знание, познание его, а богатого за его богатство. Уважаемый же в бедности, насколько больше будет уважаемого в богатстве. А бесславный в богатстве, насколько будет бесславнее в бедности. Сирах, одиннадцатая глава. Мудрость смиренно вознесет голову его и посадит его среди вельмож. Не хвали человека за красоту его и не имея отвращения к человеку за наружность его. Мала пчела между летающими, но плод ее лучший из хластей. Не хвались пышностью одежд и не превозносить в день славы, ибо дивны дела Господа и сокровенны дела его между людьми. Многие из хластелинов сидели на земле, тот же, о ком не думали, носил венец. Многие из сильных подверглись крайнему бесчестью, и славные преданные были в руки других. Прежде, нежели исследуешь, не порицай. Узнай прежде, и тогда упрекай. Прежде, нежели выслушаешь, не отвечай, и среди речи не перебивай. Не спорь о деле для тебя ненужным, и не сиди на суде грешников. Сын мой, не берись за множество дел, при множестве дел не останешься без вины. И если будешь гнаться за ними, не достигнешь, и убегая не уйдешь. Иной трудится, напрягает силы, поспешает и тем более отстает. Иной вял, нуждается в помощи, слабосилен и изобилует нищетою. Но очи Господа презрели на него во благо ему, и он восставил его из унижения его, и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на него. Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Даяние Господа предоставлено благочестивым, а благоволение его будет благоспешным для них вовек. Иной делается богатым от осмотрительности и бережливости своей, и это часть награды его. Когда он скажет, я нашел покой, и теперь наслаждаюсь моими благами, и не знает он, сколько пройдет времени до того, когда он оставит их другим и умрет. Твердо стой в завете твоем, и пребывай в нем, и старься в деле твоем. Не удивляйся делам грешника, веруй Господу и пребывай в труде твоем, ибо легко в очах Господа скоро и внезапно обогатить бедного. Благословение Господа – награда благочестивого, и в скором времени процветает он благословением его. Не говори, что мне еще нужно, и какие отныне могу иметь еще благо. Не говори, довольна у меня, и какое отныне могу потерпеть зло. В одни счастья бывает забвение о несчастье, и в одни несчастья не вспомнится о счастье. Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его. Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его. Прежде смерти не называй никого блаженным, человек познается в детях своих. Не всякого человека води в дом твой, ибо много козни у коварного. Как охотничья птица в западне, таково сердце надменного. Он как лазутчик подсматривает падение. Превращая добро во зло, он строит козни, и на людей избранных кладет пятно. От искры огня умножаются угли, и человек грешный строит козни на кровь. Остерегайся злодея, ибо он строит зло, чтобы он когда-нибудь не положил на тебя пятна навек. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами, и сделает тебя чужим для твоих. Серах, глава 12. Если делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет благодарность за твои благодеяния. Делай добро благочестивому, и получишь воздаяние. Если не от него, то от Всевышнего. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом, и кто не подает милостыни. Давай благочестивому, и не помогай грешнику. Делай добро смиренному, и не давай нечестивому, запирай от него хлеб, и не давай ему, чтобы он через то не превозмог тебя. Ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему. Ибо и Всевышний ненавидит грешников, и нечестивым воздает отмщение. Давай доброму, и не помогай, грешнику. Друг не познается в счастье, и враг не скроется в несчастье. При счастье человека враги его в печали, а в несчастье его и друг разойдется с ним. Не верь врагу твоему вовек, ибо как ржавеет медь, так и злоба его. Хотя бы он смирился и ходил согнувшись, будь внимателен душою твоей и остерегайся его. И будешь пред ним, как чистое зеркало, и узнаешь, что он не до конца очистился от ржавчины. Не ставь его подле себя, чтобы он не зринул тебя, не стал на твое место. Не сажай его по правую сторону себя, чтобы он когда-нибудь не стал домогаться твоего седалища. И ты, наконец, поймешь слова мои и со скорбью вспомнишь о наставлениях моих. Кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей и обо всех приближающихся к диким зверям, так и сближающимся с грешником и приобщающимся грехам его. На время он останется с тобою, но если ты поколеблешься, он не устоит. Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет ввергнуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью. Если встретиться с тобою несчастья, ты найдешь его там прежде себя. И он, как будто желая помочь, подставит тебе ногу. Будет кивать головой и хлопать руками, многое будет шептать и изменит лицо свое. Серах, глава 13. Кто прикасается к смоле, тот очерница, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. Не поднимай тяжести свыше твоей силы и не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя. Какое общение у горшка с котлом? Этот толкнет его, и он разобьется. Богач обидел и сам же грозит, бедняк обижен и сам же упрашивает. Если ты выгоден для него, он употребит тебя. Если обеднеешь, он оставит тебя. Если ты достаточен, он будет жить с тобой и истощить тебя, а сам не поболезнует. Возымел он в тебе нужду, будет льстить тебя, будет улыбаться тебе, обнадеживать тебя, ласково будет говорить с тобой и скажет, не нужно ли тебе чего. Своими угощениями он будет пристыжать тебя, доколе два или три раза ограбив тебя, не насмеется наконец над тобою. После того он, увидев тебя, уклонится от тебя и будет кивать головой при встрече с тобою. Наблюдай, чтобы тебе не быть обманутым и не быть униженным в твоем веселье. Когда сильнее будет приглашать тебя, уклоняйся, и тем более он будет приглашать тебя. Не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе. Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе, и не верь слишком многим словам его, ибо долгим разговором он будет искушать тебя и, как бы шутя, изведывать тебя. Не милостив к себе, кто не удерживает себя в словах своих, и он не убережет себя от оскорбления и от уз. Будь осторожен и весьма внимателен, ибо ты ходишь с падением твоим. Услышав это во сне твоем, не засыпай. Во всю жизнь люби Господа и взывай к нему о спасении твоем. Всякое животное любит подобное себе, и всякий человек ближнего своего. Всякая плоть соединяется по роду своему, и человек прилипляется к подобному себе. Какое общение у волка с ягненком, так и у грешника с благочестивым. Какой мир у гиены с собакой, и какой мир у богатого с бедным. Ловля у львов, дикие ослы в пустыне. Так пастбище богатых бедное. Отвратительное для гордого смирения. Так отвратительное для богатого бедный. Когда пошатнется богатый, он поддерживается друзьями. И когда упадет бедный, то отталкивается и друзьями. Когда подвергнется несчастью богатый, у него много помощников. Сказал нелепость, и оправдали его. Подвергся несчастью бедняк, и еще бронят его. Сказал разумно, и его не слушают. Заговорил богатый, и все замолчали, и превознесли речь его до облаков. Заговорил бедный, и говорят, это кто такой? Если он споткнется, то совсем не извергнут его. Хорошо богатство, в котором нет греха. И зла бедность в устах нечестивого. Сердце человека изменяет лицо его, или на хорошее, или на худое. Признак человека в счастье. Лицо веселое. А изобретение притчи соединено с напряженным размышлением.